ну вот друзья у нас сработал датчик температуры просто вода нагрелась до 63 градусов и мы убавили напряжение то есть чтобы у нас нагрев был не такой сильный просто чисто подогревался чуть-чуть и сейчас будем засыпать наш солод берем вот так вот сыпем солод берем нашу лопатку и вот так немножечко перемешиваем чтобы не было как говорят комочков но не комочки практически никогда и сколько я уже раз шесть варил пиво пиво варится таким же способом также засыпается солод и потом начинается осахаривание вот ведь у нас температура упала до 61 градуса мы засыпали солод и да все в муке мы стали это так и есть и включаем наш насос чтобы нам постоянно не мешать мы будем просто чуть-чуть иногда подмешивать наш солод чтобы он как бы не слеживался лучше осахаривался процесс осахаривание у нас начинается мы все размешали там явно ни комочков ничего нет солод отлично размешался и сейчас мы будем вот я сделаю ну просто как не по рецепту там какому-то или чё-то я просто себя немножко проимпровизирую я возьму возьму сделаю три паузы температурных то есть я 63 градуса температуру сейчас мы поставим наш будильник на 30 минут вот 30 минут и будем 30 минут держать вот 63 градуса температуру потом 30 минут будем 68 градусов держать температуру и 30 минут 72 градуса будем держать температуру и после доведем до 78 градусов промоем наше сусло ну как бы дробину нашу промоем и что останется там от нее водой также 78 градусный 76 градусный и дробину уберем с нашего сусло и охладим до 35 градусов и сольем в бак и следующую партию также сделаем то есть где-то у нас на все про все это уйдет ну часов я так думаю 67 вот она ведь все три градуса поднялась она показывает что 63 градуса но мы сейчас подождем 64 градуса будет и отключим нагрев и то есть будем вот так вот держать три температуры паузные по 30 минут и после сделаем пробу йодную и посмотрим если у нас салат а сахара все нормально то мы промоем дробину нашу ее отбросим и данные сусло охладим по быстро нашим чиллером самодельным чиллером охладим ее до 35 градусов я думаю зальем в бак следующую сварим я думаю что за два-три часа пока мы варим вот этот вот солод но даже можем принципе одну пачку дрожжей добавить сразу в первый солод тогда значит придется охладить его где-то до 30 градусов потому что дрожжи свыше 30 градусов я боюсь могут погибнуть где-то до 30 градусов 28 охладим первое сусло и уже добавим немножко дрожжей и у нас будет идти как бы начнется брожение мы уже еще две партии сварим или там три партии посмотрим по сколько у нас будет выходить чего и как и поставим данную брагу бродить уже потом будем делать из нее вискаль ну то есть все пока варим нашу сову вот видите он такой как бы сказать прозрачненький беленький посмотрим что получится у нас на выходе у нас начинается процесс выделения красмала тут ну кому интересно может почитать литературу как что здесь происходит а мы повторяться уже не будем мы осахариваем наше зерно для дальнейшего брожения чтобы нам дробину в бочку не добавлять как бы чтоб там лишнего у нас не было ничего у нас там чисто будет сусло и дрожжи который перебродит потом наше сусло переработать но все ребят как сварим до 3 паузы пройдут я не буду ваше время отвлекать хотя могу на каждой паузе включаться там по две три минуты для вас это чтобы было понятно чё и как ну в общем вкратце объясним насос у нас циркулирует не очень сильно но так чтобы солод наш осахаривался я так думаю чтобы более качественно ладно все пока отключаемся 63 градуса первая пауза вот у нас 1 30 минут прошло поставили температуру 68 следующую паузу то есть 30 минут 63 градуса мы продержали у нас такой как бы уже сусло стало такое сероватого цвета зерно уже ну я так думаю прям мешается легко я помешиваю его через 5-10 и оно уже такое сероватого цвета температуру мы на вторую паузу 68 градусов сейчас будем поднимать сейчас как поднимется на 68 градусов мы включимся и покажем но уже солод видно что уже он процесс наверно сахар не у него идет вовсю первую паузу у нас прошла удачно я так думаю что он прям солод как видно вот он уже такой вот я на лопатке поднимаю насосом и насосом размывает его то есть он уже как бы но есть в нем еще сахара это все это я думаю что разлагается все процесс идет уже мешается вначале трудовато мешалось как бы ну густовато сейчас уже как-то вот он пожиже становится так скажем ну все друзья ждем как у нас нагреться до 68 градусов и еще 30 минут это 25-30 минут мы подержим в такой паузе и потом 72 градуса я думаю сделаем три паузы по 30 минут я думаю будет достаточно и сделаем пробную пробу на идет на сахар не все друзья вот уже 65 градусов сейчас мы дождемся до 68